Здравствуйте, дорогие друзья! С вами шоу Олег Лукомоли. Сегодня мы будем продолжать разговаривать с вами о здоровой идее и спорте. Как вы знаете, мы каждый раз готовим какое-то вкусное и полезное блюдо. Сегодня мы приготовим салат с креветками. Креветки – это такой удивительный, совершенно уникальный продукт. По сути, это ни рыба, ни мясо. Более двух тысяч видов этих разнообразных насчитывается в природе. Креветки являются отличным источником белка и кальция. Там содержится много йода, но что делает их опять-таки опасным для тех, у кого какие-то аллергические реакции, поэтому нужно все-таки управлять их аккуратнее. Также там омега-3, омега-6 – очень важные для жителей наших северных регионов. Калорийность у них тоже весьма умеренная – 87 килокалорий на 100 грамм. Так вот, самое лучшее сочетание креветок, естественно, с овощами и какими-то длинными углеводами. Мы сегодня приготовим совсем легкий вариант. Такой у нас будет салат из нескольких видов салатных пустилок. Мы добавим туда для большей питательности нашу любимую ягоду авокадо, которая в гастрономическом мире все-таки овощи. Так что у нас сегодня интересный такой гибрид – ни рыбы, ни мяса, ни ягода, ни овощи. В общем, будет вкусно, будет полезно. Субтитры добавил DimaTorzok Мы продолжаем наше шоу о здоровой идее спорта Оли Клакамоли. И сегодня у нас в гостях Антон Панекрашов. То есть он снова призер Олимпийских игр, чемпион Европы и защитник баскетбольного клуба «Зенит». Как вы все знаете, дорогие друзья, не единственный клуб «Зенит» в городе. Есть баскетбольный, волейбольный и футбольный. Все три клуба уже были у нас в гостях. Баскетбольный дошел последним. Так как я недавно присоединилась к игровым видам спорта, у меня появился игровой номер. Я теперь все время начинаю шоу с вопросом о том, под каким игровым номером когда идем мы. Я играю в патильном номере. Патильном номере. Мой номер – это удача. Счастливый, очень мальчик. Мне кажется, что сложно его получить, когда нужно авторитетом определенного владать. Нет, ну авторитет имеется. У нас есть традиция, если несколько людей претендуют на один номер, но у кого-то счастливый номер 6, счастливый номер 8, неважно. И два человека с одним, ну как бы приходят в команду, в новую, и один говорит, я в патильном номере хочу, и другой. Вот у них всегда возникают споры, когда они выясняют отношения. И как это выясняется? Ну, кто-то дает деньги. Кому, кстати? Ну, другому. Допустим, если ты играешь в патильном номере, и я хочу. Супает параллок. Довольно такие большие деньги, то есть там даже несколько тысяч долларов платили за то, чтобы забрать номер. А из последнего, то, что я знаю, там, спор, ну, бросали, кто больше завершенных очковых, и, соответственно, кто выиграл, кто-то получал номер. Но у меня все было просто, никого не было патильным номером. Мне сказали, да, не расстраивайся, не расстраивайся, забирай, вот. Поэтому я патильный. Есть такая статистика, что атака в баскетболе длится 24 секунды. Если бы у вас было 24 секунды за то, чтобы поесть, что бы вы выбрали? 24 секунды. Мы можем, в принципе, засечь и посмотреть. Когда нам, может быть, есть чего подготовить салат, я не знаю, насколько... Ну, то есть, мне просто надо съесть, я имею в виду, мне не надо готовить, просто я съедаю. Ну, допустим, да, вот выбрать просто... Не знаю, наверное, какой-нибудь, может быть, вкусный бургер, нет? Я не должен этого говорить, мы за здоровое питание. Мы за баланс и умеренность, если вы потом его отработаете атаками по 24 секунды, больше в количестве... Назову какой-нибудь вкусный бургер. То есть, вопрос рыбы или мяса, однозначно будет ответ мяса. Или... Да, 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 я больше мясоед. Салаты идите? Да. Вот тогда мы сейчас начнем потихонечку готовить наш салат и дальше беседовать. Я тоже беру прекрасный салат. Это прекрасный салат. Да, и делаю... Подожди, какое движение надо делать салатом? Нам нужно смотреть в камеру и рвать его. Ага, мне понял, я смотрю в камеру. Это моя мисочка? Да. Можно взять перчатки, но пока что, в принципе, они не особо пачкнут руки, поэтому можно пока... Хорошо. Я так понимаю, будет много вопросов таких, на которые я не сразу смогу ответить, потому что... Да, мы можем, кстати, сделать сегодня такой финт некий и задать его не ближе к концу вопрос, ответ на который дает возможность людям выиграть билеты прекрасные на матч вашей команды. Ну, это же традиция. Обычно всегда вопросы такие задают в конце. А мы возьмем и сломаем эту традицию. И все. И представляешь, люди сразу победили, выполнять испытания и перестанут смотреть шоу. Конечно, зачем скажут, если надо... Так, хорошо, обратный финт. Мы не будем делать финт, мы будем продолжать рвать салаты. Я тогда задам вопрос, тоже он такой вполне стандартный, но не призовой. Какие продукты всегда есть в вашей семье в холодильнике? Уф, у нас практически все продукты, потому что... За разнообразное питание. Да, потому что, как правило, мы стараемся заезжать один раз в магазин, но много. Угу, через два холодильника дома. Реально два холодильника дома, ты права. Ну да, на самом деле это удобно и нет такого опасного товарного соединства. Вот, ну потому что у меня жена очень вкусно готовит, а я абсолютно не готовлю. А какая кухня национальная больше всего нравится? Мне? Да. Ух, ну у нас с сыном есть несколько любимых блюд. Одно из самых любимых это собы, мы вот ее давно, кстати, не кушали. Собы это лапша. Ну она такая, да, лапша... Как правильно, жена, давай подсказывай, ингредиенты скажи мне. Гречневая лапша? Гречневая лапша, да. Что-то с креветочками, наверное, да? И овощами. Я с креветочками. А с креветочками, если нет? Да, именно, нет, именно, точнее мы, кроме как приготовления жены, больше других не знаем. Да, я надеюсь, что вы нам дадите рецепт, и мы сможем поделиться на нашем аккаунте шоу Оли Квакамоли. Напоминаю о том, что мы там стараемся по возможности выкладывать рецепты, как из шоу, что мы готовим с гостем, так и какие-то семейные. Когда я резала салат, а уже я тут, я зато очень мелкий делаю. Я зато знаю, кто будет дать чеснок. И вопрос, с этим не проблема. Как вообще попали в этот спорт? Он же баскетбол. Ну, история на самом деле... Рост? Нет, банальная и простая, потому что у меня в свое время отец очень сильно увлекался баскетболом, и он очень поздно начал заниматься этим видом спорта, вот. И просто как всегда балл меня с собой, я всегда присутствовал, и так получилось, что у него не получилось реализоваться в баскетболе, и он, скажем так, реализовал свою мечту через меня. То есть он меня всегда... Но это было без каких-то силовых методов воздействия? Ну, в смысле нет, были и силовые, конечно. Были и силовые, но в принципе у меня не было выбора, чем заниматься. То есть мне было сказано, ты идешь в баскетбол, и все, я пошел. Но нравилось? Нет, безусловно, нравилось, я полюбил эту игру, да. Но и были и силовые, и там периодически у нас были совместные тренировки, и если вот это смотреть из ребят, которые со мной в то время были, они поймут, о чем я говорю, то есть там мне доставалось прилично. Но ничего. Это здорово, на самом деле. Да и поверь мне, ничего здорового там не было. У вас хотя бы нет чехлов на коньки, потому что фигуристов родители били чехолами от коньков. Ну да, ну меня, вы бы увидели моего отца с большим кулаком, и вы потом можете сказать. Нет, на самом деле, конечно, это школа жизни, и тогда это меня расстраивало, и как-то боялся, что ли, этих всех моментов, но сейчас понимаешь, что из этого никак. Так, баскетбол у нас такое набирает обороты, становится популярным видом спорта для того, чтобы посещать различным медийным личностям, в том числе спортсменам из других видов спорта. То есть мы знаем, что, например, Анатолий Тимощук ходит. Ну, довольно много, на самом деле, ребят из футболя. Шнур, как бы, из Ленинграда. Входите ли вы на футбольный матч? Или на шнура, да? Как раз у нас было один из матчей открытия, мы играли дома с Барселоной. Ну и пригласил его на игру, пускал с удовольствием придет, и как бы создал такую нереальную шумиху вокруг баскетбола. Ну, потому что вообще, в принципе, Сергей такая личность, очень известная и яркая, и, мне кажется, в любое место, в которое он входит, он такой производит какой-то фурор, наверное. Ну, потому что он ломает такие стереотипы. Более того, я даже не могу тебе сказать, что он не подходит для упоминания, или даже, ну, гостя ему, я не знаю, согласиться, например, продюсера вызвать, но он бегает в марафон, и он прекрасно выглядит, в общем-то. Нет, нет, он вообще очень активный, и мне повезло, я в этом году два раза был на его концерте, то есть у нас, получается, мы играли игру в Германии, и у него был концерт в Германии, и после этого еще был знаменитый концерт на Сибур-арене, мы, соответственно, не на Сибур-арене, как, на Газпром-арене, мы были на втором концерте, то есть я два концерта увидел, и энергия с какой... А сколько игр Зенита вы посетили в футбольного? В футбольного три. Сколько весит баскетбольный мяч? Ну, благодаря подсказке зрителей, мы теперь знаем, что мяч весит 630 грамм. 630 грамм, такая солидная достаточно вес, мне кажется, и, наверное, самая частая травма, это что-то, да, с руками, там гудитыми, кстати, нет, но это тоже часто, но, наверное, самая частая... Я заберу чеснок. Давай. Самая частая травма сердца и голеностопа, и голеностоп, плечи. Я и другую доску. Ну, пальцы тоже, но не так сильно вывиваемые, так что, мои, я что делаю? Так. Тут у меня все забрало. Если я порвала... Почему? Был вопрос про мяч. Так, тут вот Антон прекрасно нарезал чеснок. Любой мяк, ты слышишь? У нас есть теперь чеснок, и у нас есть креветки, о пользе которых я вам не рассказала. Мы их сейчас замаринуем, и отдадим их на кухню, чтобы нам их... Салат из трех видов салатных листьев, обильный источник клетчатки растительной, очень полезный, на самом деле, в сочетании с белком. Для того, чтобы усилить как-то сытность этого блюда, можно туда добавить кино, например, модное, там, что-то, как вариант. Я, на самом деле, услышал и удивился. Ты сказал, что креветки надо есть определенное количество? Ну, любой продукт, вообще, как бы есть... Я первый раз услышал. Ну, как мясо, например, тоже. Ну, это готовых креветок, то есть... Я понял. 150 грамм готовых креветок, это примерно, там, 230, наверное, сыр. То есть, получается, оставшаяся часть, она просто не усваивается, или это часть, которая... Ну, во-первых, это для тех, кто следит за колоражем, в основном, у спортсменов метаболизм другой. Вот, кстати, что едят баскетболисты. Ну, то же самое. То есть, много углеводов, глубок. Ну, это, практически, мне кажется, в любом профессиональном спорте сейчас такая, наверное, как тенденция, что... Ну, вот в футбольном, извините, есть диетолог. Да, я знаю, что он есть в футбольном. У нас пока баскетбольном нет. Вот, ну, как... А вегетарианцы есть в баскетболе? Да, да, и на самом деле это сейчас очень популярно. А русские? Или это иностранные, да? Нет, русских вообще, я не знаю. То есть, именно иностранцы... Не знаю, у вас из гостей кто-то был вегетарианец? У нас был бывший вегетарианец Тимачук, который бросил вегетарианство, чтобы быть профессиональным спортсменом, но вегетарианц был, живя в Баварии. Он сказал, что... решил, что ему теперь не подходит такое стиль питания. И Сергей Тимак, естественно, самый главный вегетарианец вольного мира российского, но он честно признался, что является вегетарианцем по причине того, что он хочет быть на одной волне со своей супругой, которая такая... Ну, это имеет, на самом деле, место. Вегетарианка, плюс он уже не является профессиональным спортсменом, у него нет таких нагрузок, наверное... А когда он играл, он не был вегетарианцем? Нет. Ага, то есть это он получается сейчас... Он не так давно, да, не стал, насколько я знаю, он еще позволяет себе иногда молочные какие-то продукты, Детям они тоже там, если дети хотят что-то съесть, они не запрещают. У меня есть обалденная история, одна из моих таких веселых. Значит, для тех, кто не знает меня, я пять лет, последние пять лет играл в Казани. И вот первый год я как бы в этом сезоне перешел в Зенит. Когда я играл в Казани, у меня в команде играл один наустранец, он был из Канады. Точнее, он и есть из Канады. И у него семья тоже вегетарианцев. То есть у него получается... Он вегетарианец, жена вегетарианка и сын... Казани, наверное, сложновато приходилось. Нет, нормально на самом деле, в этом плане есть проблем. Но история про то, что мы периодически устраиваем командное барбекю. То есть мы выезжаем на природу, у нас моей жены и отец готовят прекрасные шашлыки сумасшедшие. Ну, в общем, такой, как семья. Семейный выезд на барбекю только там человек 25. И вот ситуация была такая, что мы приехали, он приготовил там курицу, мясо, баранина, рыба. И из-за того, что большое количество народов, все общаются. И вот этот вот сын его, ему там 4,5 года, он увидел мясо, но он вегетарианец. И, в общем, как-то родители потерялись, поворачивают голову, а у него из баранины вот эти пистолетики, полный рот он напихал. И ему, ну, у него, его зовут, у него имя второй, Дюс. То есть второй, как бы, он один в один по лицу с отцом. То есть они одинаковые, и там, Дюс, ты что делаешь? А он с этими пистолетами, у него полный рот. Здесь, кстати, очень любят. Да, у него полный рот, полный рот пистолетов этих из баранины. И он, и бежать. Вот, ну, и к тому, что, не знаю, как бы, правильно это или неправильно с детства именно прививать. Мы не можем решить за другими пистолетами. Нет, я не говорю, что это, ну, то есть я, как бы... Но я своему ребенку каких-то ограничений жестких бы не ставила, если бы я, например, себя ограничила. И у меня был момент, когда я не ела мясо, и даже птицу, но ребенок пытался так, как бы, ей хотелось. Ну, да, но для него, я думаю, что это было, наверное, такое. Там они же сами по себе вкусные, то есть они еще приготовлены так вкусно, что... Вообще на гриле для барбекюя, вот можно взять на заметку, прекрасно подходит авокадо. Его на решетку тоже можно пожарить. Ты любишь, да, авокадо? Да, поэтому наш шестой называется Оли Гуакамоли. Потому что Гуакамоли – это любимое мое блюдо из авокадо и, собственно, такое одно из самых известных, и которое можно разными способами потребить, как соус добавить, как бы в салат, как заправку, как самостоятельно можно съесть, как закуску. Я вот тут уже практически расправилась с авокадо. Я так вкусно нарезаю грейпфрут. Кажется, у меня талант. Пахнет, да, вот чеснок и грейпфрут – это просто специализация. Да, только Жене не надо показывать, а то она подумает, что я умею готовить. Она увидит немножко, больше чем. Да. Но мы можем все вырезать? Как будто я сижу и ничего не делаю, а ты готовишь все. Да, примерно так, кстати, и будет выглядеть. Да? Особенно если в этот момент, как я забираю у вас доску с какими-то нарезанными вами ингредиентами. Так, великолепно порезанный грейпфрут. Так, перчатки мне больше не нужны? Да, можно надо их снять. Мы уже дождемся креветок, и наш салат будет готов. Я напоминаю, что мы сегодня готовили овощной салат с редисом, авокадо, грейпфрутом, и нам принесут креветки. Вот мы еще покрошим сверху нори для такого придания более азиатского варианта. На самом деле, этот салат, он и не азиатский, и не европейский. По сути, азиатского, но только заправка и маринад для креветок в своем соусе. Можно мариновать, например, просто оливковое масло с чесноком. То есть, такой широкий спектр применения этого блюда в любой кухне, может быть. Выглядит вкусно. Да, ярко по цветам. Я всегда говорю о том, что, прежде всего, хочется глазами увидеть красивую картинку перед тем, как начинать это пробовать. Мы обязательно этот салат, естественно, попробуем, а мы переходим к нашему коронному вопросу. И мы плавно... Магический вопрос. Мы плавно подходим к кульминационной части нашего выпуска, к вопросу, ну, не на миллион, конечно, а, может быть, даже больше, чем на миллион, к вопросу, который позволит вам стать участником розыгрыша билетов в 27-м апреля на игру «Зенит-Бавария» на Сибур-арене. Представьте себе ситуацию. Вы вдруг узнали, что вам предстоит оказаться на необитаемом острове на продолжительное время определенное. И вам можно взять с собой три любых продукта. Какие именно продукты это будет? Самое смешное, что мы буквально 4 дня назад я сыну задал вопрос. Если бы можно было есть одно и то же блюдо, ты бы какое выбрал? Ну, блюдо, блюдо может быть... Нет, я имею в виду, ну, вопрос все равно схожий. Ну, похоже, конечно. Три продукта, мне надо выбрать. Три продукта. Я отвечаю? Да. Внимание, правильно. Внимание, ответ. Ну, курицу точно я бы выбрал. Живую? Не, я бы кусочек мегрит. У меня было бы... У меня был бы склад куриных грудок. Вот, склад куриных грудок. Да. Наверное, черный хлеб. Тоже склад, по всей видимости. Да, ну ты же сказал, три надолго. Куриная грудка. Ну и макароны. Мне кажется, я с этими веблюдами смогу пожить сколько надо на Невитального срывать. Точно идти. Таких ответов у нас еще не было. Но могу сказать, что... Неправильно. Почему? Не может быть неправильно. Это же ваш вариант выбора. А у нас тут пришли заготовые креветки. Выглядит вкусно. Да, выглядит вкусно. Царевна из сказки, которая махнула рукавом. У нее там из одного рукава там какое-то ясто. У нее такой упрок. Помню сейчас русские сказки очень жестокие, на самом деле. Там в основном как-то неполезную пищу ест. Даже бабы и га, человечина питается. И вообще дети зажарили эти бабы и губы. Там все как-то жарено и неполезно. У нас креветочки запеченные. Мы сейчас еще добавим азианский флёр. У них немножко водоросли нори. Сверху мы такими кусочками. Нори, кстати, тоже, как и креветки, едаются источником йода. Они вообще полезны жителям северных регионов. Но нужно знать, опять-таки, есть ли у вас дефицит. Или есть ли у вас его переизбыток. Не забывайте, сдав анализы, да. Периодически стоит следить за показателями здоровья, все-таки используя всякие медицинские лаборатории. Не только ориентируясь на собственное самочувствие. Или советы из инстаграм-аккаунтов каких-нибудь фитнеса. Которые говорят, что сейчас ты будешь делать вот так, и ты точно похудеешь. Ну да, и причем все хотят похудеть. Вроде как, но с другой стороны, есть и проблема набора массы. Есть, например, проблема, что не хватает энергии. Поэтому напоминаем о том, что 400 грамм овощей в день должен съедать взрослый человек овощей и зелени по рекомендации нашего шоу и Всемирной организации здравоохранения. Добавлю последний штрих. Кунжут. Итак, у нас получился прекрасный, легкий вариант даже, можно сказать, ужина. Вот если кто-то хочет легко поужинать, такой салат прекрасный вариант. Можно, кстати, креветки заменить, например, на какую-нибудь куриную грудку. Тоже в терияке, например, сделать на гриле. Туда можно вообще не добавлять какие-то белковые животные, в предстоящем ингредиенты, а заменить на тофу или посыпать побольше всякими семечками. То есть прям сделать такой овощной себе такой-то перекус или полноценный прием пищи. Ничего, что я буду, ты можешь рассказать, я буду есть. Это прекрасно, на самом деле повар во мне рукоплещет. Говорите, говорите. С вами было шоу Оли Гвакамоли, я его ведущая Милана Орехова. И сегодня у нас в гостях был защитник баскетбольного клуба «Зенит», звезда, играющая под номером 7 этой команде. Ему очень понравилось, что у нас получилось. Я надеюсь, что вы тоже попробуете приготовить такой салат дома. Мы обязательно выложим рецепт на нашем аккаунте шоу Оли Гвакамоли. Всем авокадо, гвакамоли, здоровья, спорта, не переключайтесь. И в качестве постскрипта к нашему сегодняшнюю выпуску я бы хотела задать Антону еще один вопрос. Я сегодня в Инстаграме увидела, что вы в конце 2019 года проводили несколько бесплатных мастер-классов по баскетболу. Вообще, что это за инициатива, как часто она проводится, будут ли еще, где могут люди, если она еще будет проводиться, посмотреть о следующих таких мастер-классах. Мне кажется, это очень интересный такой момент. Ну, на самом деле, я стараюсь максимально, скажем так, максимально уделять времени вот этим вещам, потому что, вспоминая себя, когда я был ребенком, у меня не было такой возможности, чтобы игрок, который играл в флор России, или игрок какого-то известного клуба, именно приходил и давал мастер-классы для советов и опытов. Вот, поэтому я стараюсь это компенсировать и по возможности провожу такие мастер-классы или их, если куда-то едут, и мне предлагают, никогда не отказываюсь. И всегда работаю с людьми, потому что, мне кажется, это наше будущее, и кому как ни мне поделиться своим опытом, своим знанием. То есть это для детей проводится? Ну, вот последний, который я здесь проводил, он был для всех. И меня удивил, потому что там на цифре 80 мы остановились, ну, потому что просто невозможно больше. Я был, получается, я был там с друзьями, и Влад Трушкин из «Зенита» тоже мне помогал. И когда женщина, которая помогала мне организовывать, она сказала, что «Антон, всегда делаешь телезрегистрацию, потому что ты должен понимать количество людей». Когда мне сказал, что он 80, и я понимаю, что, ну, просто больше физически невозможно. И так 80 человек – это довольно много. И, к моему удивлению, было две группы, то есть были дети совсем и взрослые, которые там старше 20 лет, и просто 80 человек. Ну, тяжело было, но было очень интересно. Я на странице, как правило, выкидываю. Подписывайтесь на страницу в программе «Антон». Да, да, я выкидываю, всегда анонсирую. Когда есть возможность, я всегда провожу. Я думаю, что в ближайшее время я это сделаю еще раз. Супер, спасибо. Да, вот это вот, да, написано. Да, написано. А мы вставляем тело. Можно вместе с титрами? Спасибо.